А во Франции выбирают президента. Голосование стартовало на островах Сен-Пьер и Микелон из-за большой разницы во времени. Жители материковой части Франции придут на участки завтра. Чего ожидают французы от второго тура выборов и как проходит День тишины, знает Елена Абрамович. Французскую предвыборную кампанию западные СМИ сравнивали с американскими горками. Она закончилась, но скандалы продолжаются. Вечером, накануне Дня тишины, в сети появилась переписка штаба Эммануэля Макрона. Ничего противозаконного в этих письмах нет, уверил кандидат. А власти страны призвали СМИ не использовать данные, чтобы не нарушать закон. Меня это не удивляет. Известно, что существует влияние извне. Попытки изменить ход выборов, пусть даже в последний день перед самим голосованием. Французским медиа сегодня запрещено говорить о кандидатах или настроениях избирателей. К слову, четверть жителей страны идти на избирательные участки не собираются. Не поддерживают ни одного кандидата. Даже в северном курортном городке Летуке, где Макрон и его жена Бриджит часто отдыхают и считаются местными звездами, такая же ситуация. Я не поддерживаю ни одного кандидата. Совершенно не разделяю их политические взгляды. Поэтому просто не могу голосовать против своих убеждений. Буду голосовать против всех, потому что ни один кандидат меня не впечатляет. Не боюсь Липен, но в любом случае завтра выиграет Макрон. И для меня это не проблема. Тем временем парижане не настолько уверены в результатах голосования. Я не переживаю, но все-таки надеюсь, что явка будет достаточно высокая и это поможет получить результат, на который мы все надеемся. Второй тур довольно каверзный. Не думаю, что выиграет Липен, но вполне возможен одинаковый результат. Неохотно насобирается прийти на участки и молодежь, чтобы избежать ситуации, в которой полгода назад оказались американцы. Честно говоря, я в шоке. Еще недавно мы говорили о Трампе и тыкали пальцами в сторону американцев. А теперь то же самое происходит здесь. Понятно, что обычно во втором туре нам приходится голосовать против кого-то, а не за. Но так работает демократия. Голосования стартуют завтра в 8 утра. На некоторых территориях Франции, в других часовых поясах участки уже открылись. Какого президента выберут французы, проевропейского или же евроскептика, станет известно в ночь с воскресенья на понедельник. Елена Абрамович, подробности, телеканал Интер.